Всем привет! Меня зовут Вячеслав Григорьев, я идейный вдохновитель компании Vigiline. Наша компания занимается не только производством синтезаторов, но и также ремонтом, моддингом и прочим BDSM с этими мелкими зверушками. Сегодня нам на медирование принесли такой замечательный прибор, который называется Analos Bob Kick. Это вполне редкий зверь на просторах нашей необъятной родины, мне такой ни разу не попадался, поэтому первое, что я сделал, это залез в Google и начал искать вообще, что это такое, с чем его едят и почему, в общем-то, он такой большой и тяжелый. Первая ссылка, которую мне выдал наш замечательный поисковик, это была ссылка на аукцион. Там сказано, что это бутик ручной работы, аналоговый бас-удар 808, синтезатор для ловушка, РНБ, электронная музыка. Это вот здесь прям русским по-белому написано, ни слова не соврал, кому интересно, можете, собственно, повторить мой трюк с поисковиком и аукционом. Стоимость здесь указана в United States Dollar 290, что, в принципе, судя по весу и размеру, является правдой. Единственное, что мне сразу стало непонятно, почему в стоимости 290 долларов и в таком габаритном размере и весе не было сразу установлено по умолчанию две вещи, которые вот, ну, я бы лично, изготавливая такой прибор, сразу же поставил. Первое, это миди-конвертер, он напрашивается, потому что, ну, ясно, что этот прибор никто не будет встраивать ни в какие там рэковые синтезаторы, то есть это будет стоять на столе и, вероятнее всего, на студии, то есть это не мобильная вещь, чтобы ее по концертам с собой таскать. И второе, почему внешний адаптер питания, то есть вряд ли это поставляется в магазины и требуется сертификация по электробезопасности. Насколько я еще, ну, умудрился найти информацию по этой бочке, делает ее человек где-то там в районе Греции, делает абсолютно вручную, ну, и, в общем, мне было очень любопытно туда залезть и посмотреть, что же там, почему не хватило места для миди-конвертера и источника питания. Вот, вещь действительно, как я уже говорил, такая, ну, внушительная, вот ее прям трогаешь, корпус добротный, заводской, но, соответственно, все напечатано вручную, ну, на принтере каким-то термопереносом, покрыто лаком, лицевая панель алюминиевая. Перед этим я туда заглядывал, честное слово, именно поэтому решил снять это видео. Вот оставляю крышечку. Внимание, черный ящик! А в черном ящике у нас белая макетная плата, там размазанная по дну этого корпуса, на которой действительно вручную собран клон 808-й бочки, немножко замоденный, здесь вот есть дополнительные регуляторы различные, и больше ничего. Зеленая платочка, вот эта вот сзади, это уже наш миди-конвертер с функцией MIDI-learn, для того, чтобы все-таки ее можно было триггерить от внешних секвенсоров, но блок питания внутрь тоже задачи не стояло поставить, поэтому мы так вот, этот момент мы так и оставили. А теперь давайте послушаем, как все это звучит. Субтитры создавал DimaTorzok Ну, как вы могли убедиться, звучит она вполне внушительно, то есть это действительно звук той самой 808-й, просто модернизированный, и вполне себе сочный. Никаких особых отличий от 808-й, даже там приближенный 909-й я, например, не заметил. Все же знают мою страсть к 909-м бочкам, которые мы тоже производим. Ну, вполне отличный аппарат, большой, тяжелый и внушительный. Думайте сами, решайте сами, как говорится. Я вот ничего не скрыл от вас, показал, как это все внутри, как это снаружи, и буду продолжать делать такие небольшие обзоры на такие вот странные в нашей местности вещи. Поэтому смотрите нас на YouTube, подписывайтесь на наш канал, на Instagram, ссылки, как всегда, внизу. Всех благ! Спасибо.